Сегодня мы находимся в нашем офисе, и хотел бы я поговорить с вами о том, как и чем определяется компетентность. Ну, как это выглядит вживую? Ну, например, человек планирует поехать в Соединенные Штаты, и он работает на какой-нибудь профессии, которая, по его мнению, на его взгляд, кажется не очень популярной, не очень перспективной. У него возникает идея, у этого человека, у будущего заявителя на американскую визу, что ему не дадут визу, потому что его профессии не соответствуют тому, что он может делать в Соединенных Штатах. И с учетом того, что каждый человек, каждый заявитель на неиммиграционную визу рассматривается иммиграционным офицером как потенциальный иммигрант, все это дело усиливается. То есть, получается, что у человека возникает такая идея, и он начинает для себя изобретать какой-то новый образ, с которым он едет в Соединенные Штаты, и с которой он, как ему кажется, получит визу. Ну, как это выглядит в реальности? Ну, например, человек занимается, допустим, ну вот он шьет, работает иголкой, то есть он, допустим, это девушка, она швеет, и она решает, что, например, профессия представителя, торговый представитель для нее более-менее близкая, и она едет в Соединенные Штаты представлять свои товары, свою продукцию в Америке. То есть человек просто перескакивает с одной профессии на другую и идет с этим в посольство. Когда начинаются вопросы, хотя самое интересное, вопросы начинаются не у иммиграционного офицера, а вопросы начинаются у нас, так как мы проводим экзамен буквально за сутки до интервью, и я задаю серию наводящих вопросов в нашем видео, на нашем YouTube-канале это можно увидеть. Вот, и я пытаюсь выяснить, компетентен ли человек по этому направлению, либо нет. Ну, как правило, выясняется, что нет, потому что компетентность – это теория плюс практика. То есть, если человек, допустим, хочет поехать в Соединенные Штаты и попытаться изобразить из себя не того, кого он реально представляет, то однозначно, сто процентов, это будет провал. Да, бывает, может быть, один процент, что когда человек может ввести в заблуждение иммиграционного офицера и получить американскую визу, такое тоже бывает. Мы этим, сразу говорю, не занимаемся. Наша задача – сделать из человека действительно полноценного заявителя и получить американскую визу. Вот. То есть, что нужно для того, чтобы приобрести качество компетентности? Необходимо получить теорию и практику. То есть, если вы, допустим, вам кажется, что ваша профессия по каким-либо причинам не подходит для Америки, вы сами так решили, да? Либо вы спросили, знаете статистику, то не нужно изобретать что-то и идти с чем-то в посольство. У нас, ну, лично в моей практике 99% людей, которые приходили к нам с отказом, особенно это граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, даже Украины, не все едут в Соединенные Штаты на какие-то семинары, на какие-то выставки. Ну, даже живой пример, буквально вчера я проводил с человеком экзамен, причем этот человек оказался у меня после отказа, он обратился, нашел блогера одного известного в Нью-Йорке, и тот человек там по цене премиум оказал этой девушке услугу класса эконом. Ну, бог с ним, да, то есть человек получил отказ, человек ехал в Соединенные Штаты на выставку, то есть представлять свою компанию, которая из Бишкека в Америке. Когда я начал задавать вопросы, элементарный вопрос, а где вы будете проводить эту выставку? Что вы будете показывать? Я буду показывать одежду, здорово. Где вы будете это делать? Я буду это делать там-то, там-то и там-то. Ну, хорошо, адрес человека звучит. Здорово. Что вы будете, как это все будет осуществляться? Я буду показывать одежду, хорошо. Как вы будете ее показывать? Наденете на себя? Да, я буду ходить в разной одежде. Представьте ситуацию, человек в разной одежде ходит, меняет ее каким-то образом рекламирует. Но это же бред. Представляете, выставка, на которой крупные корпорации типа Кьюго Бост, Джорджио Армани, они выкупают стенды, они платят много-много тысяч долларов за эти квадратные метры. И вдруг среди этих фактически монстров этой отрасли возникает какая-то девушка в какой-то национальной одежде и начинает что-то рекламировать. Ну и что, вы думаете, что иммиграционные офицеры в это поверят? Ну, естественно, она получила отказ, и естественно, что визовый рейтинг уже испорчен. То есть, не нужно что-то изобретать, нужно идти с тем, что есть. Либо приобретаете новые навыки, получаете теорию и практику, ну и после этого идите и заявляйте о себе, что вы компетентен, что вы едете в Соединенные Штаты, действительно, на мероприятия. То есть, вот такая ситуация сплошь и рядом, и в итоге не нужно преуменьшать свои возможности и пытаться изображать из себя кого-то. Таким образом, наша компания, мы работаем с клиентами так, чтобы из его профессии сделать ту профессию, которая действительно поможет ему уехать в Соединенные Штаты и действительно вернуться обратно. Если вы хотите, используйте это с какими-то другими целями, либо вы видите, что ваша компания, или вернее, ваша профессия по каким-либо причинам, по вашим мыслям, там, либо вы статистику собрали, не проходная для США, запрашивайте другую категорию визы. У нас есть рабочие визы, у нас есть визы как поездка к родственникам, вот, у нас есть визы для лечения, для покупки недвижимости и так далее. То есть, нужно просто разобраться с тем, что вы хотите. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт USADeficeVisa, не путайте, у нас последняя буква Z, точка ком, и нашу группу в Facebook. Всем всего доброго, пока!